Приветствуем вас, дорогие друзья! Сегодня мы приготовили особенный подарок ко Дню Святого Валентина. В этот волшебный день любви мы предлагаем вам уютное кинематографическое свидание, наполненное романтикой и волнующими переживаниями. Собрали для вас подборку фильмов и сериалов, которые подарят тепло вашим сердцам. Так что настроитесь на волнение, друзья, ведь рубрика «Про кино» начинается прямо сейчас, чтобы сделать ваши 14 февраля незабываемым. Начнем наше кинематографическое путешествие с долгожданным продолжением сериала «Нежность». Это увлекательная история, которая привлекает своим черно-белым форматом. Режиссер Анна Меликян подарила зрителям новеллы-рассказы, каждая из которых — ироничная, но глубокая философская притча о современной жизни женщины. Сериал исследует тему одиночества и потребности в настоящем, подчеркивая уязвимость главной героини Елены Ивановны. Экспериментальный подход к сюжету и философская глубина делают этот сериал по-настоящему уникальным. Картина ТВ приглашает вас окунуться в этот захватывающий мир второго сезона «Нежности», где каждая серия — это новая загадка жизни и любви в современном обществе. Продолжим нашу подборку романтической комедии «Страсти по Матвею». Зрители полюбили этот фильм за его нетипичный, но жизненный финал и за живых персонажей, с которыми легко ассоциироваться. Картина оправдывает ожидания тех, кто ценит добрый юмор, построенный на абсурдности ситуации. На крыльях саундтрека, каждая композиция которого как будто проникает в саму суть персонажей, «Страсти по Матвею» вдохновляют, вызывая мурашки и ставя под вопрос множество аспектов жизни. Фильм удачно смешивает религиозные дискуссии, любовные истории, предательство и выбор между чувством и долгом. Картина ТВ приглашает вас насладиться романтической комедией. Следующий в нашем списке — сериал «Манипуляция». Мы гарантируем, что как только вы посмотрите первые серии сериала «Жить жизнь», то не сможете оторваться от экранов, пока не увидите титры последней серии. Сериал о созависимых отношениях снят и по одноименному роману писательницы Анны Богинской. Кстати, главную героиню в сериале так и зовут — Анна Богинская. Играет ее великолепная Люба Аксенова. Сюжет интригует и показывает, как ловко можно манипулировать людьми, что позволяет не попасться на хитрые крючки абьюзеров в реальной жизни. Сериал далеко не про любовную любовь, но будет интересен парам с опытом совместной жизни, которые хотят посмотреть на свои отношения с разных сторон. Разбавить вечер влюбленным поможет комедия «Не личная жизнь». Создатели кино смогли постебаться по полной над всеми прелестями современной жизни в отдельно взятом городке. Экология, неудачные блогеры и высшее общество — все оказывается под их острым взглядом. Все персонажи забавно и иронично взаимодействуют. Для смеха, грусти и даже для романтического настроения картина становится удачным побегом от реальности. А теперь отправимся в недалекое будущее — 2040 год. И посмотрим на отношения пары из будущего. Главные герои, оказавшись в прошлом, сталкиваются с собой молодыми и влюбленными. Фильм обращается к проблемам современных отношений, поднимая вопросы любви, изменений и ценности семьи. Зритель получает возможность посмеяться, погрустить и задуматься. Это идеальное кино для тех, кто ищет не только развлечения, но и глубокий смысл. Далее в нашей подборке сериал «Госпожа». Легкая драмедия о взрослении и поиске себя. Комедийный формат не отпускает, но дает почувствовать подтекст — потерю себя в роли заботливого воспитателя. Сериал иронизирует по поводу несчастной женской доли, раскрывая темы взросления и боли от разрушения иллюзий. Зрители ожидают яркий опыт первых шагов во взрослой жизни и вдумчивая комедия о семейных отношениях. Арт-хаус с вдохновляющей и реалистичной ноткой. Перейдем к, на первый взгляд, легкому кино с юмором ниже пояса. Но если задуматься, так ли все просто? «Хочу, не могу» — это не только смешные моменты и взаимоотношения главной героини с ее бывшим, но и глубокие вопросы о семейных узах и поиске себя. Саша, пережившая множество трудностей, оказывается в плену не только своих собственных проблем, но и багажа прошлого. Главная героиня должна сделать непростой выбор между мужем, с которым все сложно, и случайным встречным, к которому ее тянет. Вопросы в сериале заставляют задуматься о смысле отношений и поиске собственного пути к счастью. «Я — это ты, ты — это я, и никого не надо нам» Свежая комедия «Теща» — это фильм с лозунгом «Теща — враг человека». Будто собирательный образ анекдот из СССР, но не такой гиперболизированный, зато актуальный на все времена. Лариса Гузеева и Гарик Харламов — прекрасный тандем в кадре, между которыми чувствуется ламповая и понятная всем химия. «Самбурская» и «Лыков» на втором плане помогают двигать историю вперед. «Теща» вроде бы и простая, но в то же время нужная каждому история, напоминающая нам о заботе и ценностях в кругу семейного очага. Захватывающая российская комедия про любовь только для взрослых. В центре внимания несколько оригинальных историй о любви и браке, поданных с прекрасным юмором. Фильм не скатывается в пошлость, а наоборот используют ее как элемент дополнительного веселья. Смешной, задорный и с хорошим актерским составом. В фильм пригласили знаменитости из Голливуда Джона Малковича, который будет читать «Лекции о любви». У него это неплохо получается, ему прямо хочется верить, поскольку, говорит уже зрелый человек, явно повидавший многое в жизни. Про любовь только для взрослых приятно смотреть вдвоем, делая этот праздничный вечер еще более особенным. И завершает нашу подборку сериал «Блеск». В этом рум-коме с криминальным уклоном Аня и Серкан, как настоящие герои сцены, создают свою историю любви и афер в стиле, где каждый ход – как прием в их виртуозной постановке. Потомки Османской империи, любовь к деньгам и приключениям, турецкая романтика – все это встречается в этой истории о «Блеске». Добро пожаловать в мир, где даже самозванцы могут сиять ярче настоящих бриллиантов. И вот мы подходим к завершению нашего киновечера в компании «Картина ТВ». Надеемся, что наша подборка фильмов и сериалов для влюбленных на 14 февраля придаст вечеру особенную атмосферу и наполнит его теплом и весельем, ведь комедии мы для вас собрали не меньше, чем романтических фильмов. Не забывайте, что любовь может быть разной, и в мире кино мы находим ее в самых неожиданных формах. Благодарим вас за внимание и приглашаем вернуться за новыми впечатлениями на наш канал «Картина ТВ». До встречи!